Всем добрый день! Мы со Светой едем в детскую поликлинику. Плюс надо еще Оксану забрать со школы. И так по делам. Кое-каким мне надо пробежаться. Вот поэтому мы едем. Быстренько-быстренько, бегом-бегом. Все идем со Светой на прием. Сходили, забрали Оксану. И оставила я ее усвою кровью. Чтобы не таскать ее в больницу. Зачем лишний раз ей в больницу ходить? У нас ребята везде уже ввели масочный режим. Везде ходить нам маски. Наче штраф дают. Ну вот такие вот дела. Пишите, как у вас обстановка. Ну а мы идем на прием. Что нам скажет. Все, забрали мы Оксану уже. И сейчас идем на остановку. Светина переодеться. И потом она поедет на праздник в школу. Сегодня у них осенний бал, что ли. Ну что-то такое, не знаю. Она поедет туда. Мы с Оксаной домой. Да, Оксана? Все, едем домой. Все, ребята. Приехали мы домой. Хотела показать, что купила. Помните, я вам как-то говорила, что я обещала Маше купить колготочки с кисками. Так, которые тут ее. Ну и сейчас я покажу вот эту, по-моему. И я сегодня нашла такие колготки. Так, нет, не эти. Вот они. Цена у них 200 рублей. И сейчас покажу, какие. Но раз там один размер был, я не знаю, подойдут, не подойдут, но вот такие вот колготки взяла. Да, очень надеюсь, что они подойдут. Потому что это самые большие были, больше уже не было. И очень, да, очень надеюсь, что подойдут. Она просила у меня, я такие уже брала Кате. И Маша сначала говорила, я не хочу такие, а потом попросила взять. Еще взяла одни такие же, только другой расцветки. Или Марине, или Оксане, не знаю, кому подойдут. Но вот такие вот. Цена у них тоже 199 рублей. 200 рублей, короче говоря, колготочки. Дальше. Взяла еще одни по скидке по 149 рублей. Были колготки. Другого уже формата вот такие вот. Мне кажется, это Марине будет как раз в садик ходить, потому что она нынче красками несколько колготок испортила. Поэтому мне надо было заменить ей в садике. И взяла для Оксаны еще определенные, именно для Оксаны. Очень надеюсь, что ей подойдут. С любимым ее нам персонажем, с единорожкой. Сейчас попробую показать. Да, вот. Единорожка. Это уже Оксане колготочки. Вот так вот развернуть. И вот здесь вот такой вот единорожка. Это именно Окси. У нее любимый персонаж это единорожка. Она готова все с ним носить. Померяешь колготки? Держи. Меряй. Подойдут, не подойдут. Вот такие вот были покупки. Потом постараюсь еще Маши найти с котятками колготки, чтобы у нее на сменку были еще другой расцветки колготки. Она потому что хотела разные. Но пока у нас тут не нашла. Надо еще походить, поискать по магазину. Но пока вот такие вот нашла только. Очень надеюсь, что подойдут. Но по идее растягиваются хорошо, должны подойти. Вот такие вот покупки были. Сходила сегодня в детскую поликлинику. Отнесла. Взяла Ильюше справку. Потом забрала карточку. В военкомат отнесла. Теперь мне надо еще в понедельник взять прививочный паспорт на Ильюшкин, чтобы отправить в училище. А так в целом все нормально. Еще хоть я в администрацию, но не могу. Я себя плохо чувствую. Поэтому не поехала уже в администрацию. Домой уже пришли. Света сейчас домой пришла переоденеться. Ее выписали. Все у нее. Все хорошо. И поедет на осенний бал в школу. Так что вот как-то так. А так в принципе у нас все вроде нормально. Слава тебе Господи. У Егорки уже полегче стало. Многие спрашивали, как Егорка. Ему уже полегче стало. Но вот я боюсь, что я начинаю запаливать. Потому что слабость и начинает горло немножко першить. Буду с сегодняшнего дня, наверное, как раз. Ну-ка, получше подтяни. Снизу начинаем подтяни. Ну, хорошо колготки ей. Прям вообще хорошо. Ну, все тогда, все. Снимает? Да, снимает. Я тебе для школы купила. И штука деловая. Дома она хочет носить. Так что вот как-то вот так вот у нас, ребята. Ну, в целом мы рады. Извините, пожалуйста. Все хорошо и все нормально. Так что оставайтесь с нами. Дорогие мои друзья. Было очень много осуждений того, что якобы мама попила сок, деткам не дала сок. Мы всегда сначала даем Ване, если сока мало. Но Ваня его даже пить не стал. Вы не представляете, до чего он такой вредный у нас ребенок, что он даже выпить не стал. Он его попробовал, сказал, афу, бе. Почему? Объясняю. Я брала Агуша, яблочный, без сахара. Это значит, что он кисленький. Ваня попробовала, сказала, невкусно. Марина попробовала, тоже сказала, невкусно. Она даже пить не стала. Потом у меня Катя попробовала. Вот она за кадром кричала, я дай мне, дай мне, дай мне. А в оконцовке она его тоже пить не стала. Света немного попила, Маша попила, и Оксана попила. Тот, кто больше всего возмущался, то, что вот дай мне сок, дай мне, она даже пить не стала. Это Катя у нас такая. Ну вот она такая есть у нас. Так что прошу вас, не это. Обычно я детям всегда все делю. Просто я тут, когда ездила, автобус встречала, я почти час там простояла. Не час, 40 минут я там стояла. И пить захотелось, потому что я, видимо, болеть начинаю, а у меня в горле начинает немного першить. А там маленькие были все, не люблю я. С сахаром я всегда, если беру, то без сахара. И только большая коробочка. Ну вот поэтому я ее взяла. Поэтому прошу вас не удивляться тому, что многие написали, осудили меня. Даже написали, что в детдоме лучше. Знаете, вот вы так пишете, что в детдоме лучше. В детдоме, чем лучше-то в детдоме? Там нет родителей. Там не будет такого. Я не понимаю, почему вы так подумали. Ну вот, надеюсь, что вы поймете. По идее, я им в этот день брала соки все. Маленькие коробочки. Каждому по одному. Но я их не снимала, если честно. Я же вам говорила, что я не всегда все снимаю. О, Катюша со школы идет. Я не всегда все снимаю. Я зачастую забываю снять покупки какие-то, что-то там еще забываю снять. Вот сейчас у меня муж там с Егором пошли досками заниматься и дровами там что-то делать. И вот тоже я не засняла. Но я вот говорю, что вот они пошли делать. Как-то я уже у вас спрашивала совета, чем мне локти мазать. Смотрите, у меня уже как. Он у меня за одежду цепляется. Я уже стараюсь одежду одевать с коротким рукавом, чтобы не цеплялась. Потому что вот все. Один локоть нормально, а второй вот. Может кто-то знает, но чем еще намазать можно. Здравствуйте, Катерина. Как ваша головка? У Кати, кстати, вчера было, видать, жарко из-за того, что дома жарко было. У нее было 37,2, но потом у нее нормальная температура. И сегодня у нее нормально было. Я когда пришла Оксану со школы забирать, зашла туда, попросила вахтеру, чтобы на всякий случай ей еще измерили температуру. Кате показываю в окно. Катя, подойди к вахтеру, чтобы померили температуру. Катя на меня как на дурочку такую смотрит. Да, Катя? Так что вот такие вот дела. Что у тебя там? Аккумулятор будешь заряжать? А что вы там делаете? Что я не могу дровать не буду. А дрелью-то зачем дровать? Цепочку точил. А, цепочку точил. Все понятно. Так что, ребята, вот такие вот у нас дела. Пишите ваши комментарии, пишите ваши вопросы, постараюсь на них ответить. Я сегодня тоже начала принимать таблетки, потому что я чувствую, что у меня вот горло немного першить начинает. И голова болит. Ну, вот голова у меня, вы уже заметили, она у меня постоянно болит. Поэтому на это уже внимание, ну, горло першить, да, это уже начинает. И начала я сегодня вот антибиотик уже пить. И буду брызгать этим тоже мирамистином. Да, многие написали, что Настя зачем-то мирамистин купила, лучше бы хлоргексидин купила. Слушайте, я даже не знала. Вот видите, какой из меня медик не какущий. Просто на все. Вот не какущий медик. Я что знаю, то беру. Я вот перед тем, как заболеть всем, да, я покупала этот иммунал капельки. Пропоила Ваня с Мариной иммунал. Потому что в саде ходят, часто стали болеть, я им пропоила. Но вот на видео это я тоже опять не показывала. Потому что я знаю, что будут осуждать из-за того, что я пропоила иммуналом и всякое такое. Ну, вот я эту бутылочку пропоила, чтобы как иммунитет поднять. Я вот, бывает, когда возможность есть, я покупаю, я даю. И вот сейчас вот в этом месяце хочу попробовать заказать остальным иммунал. Тоже и тоже пропоить. Вот сейчас как раз они переболеют. После этого пропоить иммуналом для поднятия иммунитета. Как думаете, напишите тоже об этом. Так что оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Пишите ваши вопросы, комментарии. Постараюсь на них сесть, поотвечать. Время уделить для вас. Пишите ваши вопросы.